Система местного самоуправления в России, несмотря на ее глубокие исторические корни и традиции, создавалась в нашей новейшей истории практически заново. В это время было много разнообразных обсуждений и поиска истины. И только на практике постепенно сформировалась такая система, которая отвечает чаяниям жителей. Об этом нужно знать и рассказывать прежде всего подрастающему поколению. Местное самоуправление – это прежде всего люди, которые избраны народом и находятся к нему ближе всего. На местах более ярко и четко видны текущие проблемы и находятся способы их решения. И благодаря местному самоуправлению ребята, вступая во взрослую жизнь, могут уже участвовать в выборах, влиять на те положительные изменения, что происходят повсюду. А кто же выбирает? А сами люди, народ, население. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета района или поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Кто-то из вас уже через два года тоже будет иметь такое право принять участие в голосовании. Вы знаете, что долг каждого гражданина – участвовать в выборах, участвовать в жизни страны. Старшеклассники внимательно слушали, что им говорил педагог. Большой интерес у них вызвало выступление главы Славянского района Романа Синеговского. Он рассказал в простой доступной форме, как работает местное самоуправление. Мы также формируем бюджет. Этот бюджет проходит у нас публичное слушание, обсуждение среди жителей. Потом мы его выносим на сессию Совета депутатов. Депутаты этот бюджет принимают. И, соответственно, по этому бюджету мы уже работаем, то есть решаем те вопросы, которые необходимы. Для чего мы встречаемся с жителями, проводим сходы граждан, приемы граждан. Потому что в результате, наверное, этих встреч мы корректируем свою работу. Мы правильно расставляем приоритеты. У нашей молодежи впереди целая жизнь. И если уверенно идти вперед, преодолевая трудности, то все обязательно получится. Ребята, которые ставят перед собой четкие цели, добиваются очень серьезных результатов. Поэтому все зависит от вас. И я считаю, что нужно постоянно совершенствоваться, учиться, с наставниками определяться дальше в жизни. Сегодня ваши наставники – это ваши учителя, которые вас учат, которые вам помогают, поддерживают. Поэтому у вас есть чем учиться и воспитываться, и учиться. И я думаю, у вас многое получится. Глава Славянского района отметил, что именно благодаря закону о местном самоуправлении социальное развитие муниципалитета идет быстрыми темпами. Начиная с 2003 года построены 15 спортплощадок, большая школа, два детских сада, три спортивных комплекса и бассейн, благоустроенный город, станицы и хутора. И в поселении видны результаты работы по благоустройству и улучшению жизни селян. В основном стараемся эти деньги осваивать на территории по исполнению благоустройства. Кроме своего бюджета, мы активно участвуем в различных крайних программах. Это ремонт сельских дорог, а приличная сумма получается по году, сейчас она установилась, ежегодно 9-12 миллионов разрезов мы получаем как субсидию на исполнительных программах. Завершился урок, посвященный Дню местного самоуправления на лирической ноте. Наш район любить и легко, и свободно. Он как будто умыт морской водой. То дождливый, то ясный, то ветреный, то знойный. Район наш рожден под счастливой звездой. Черноярковские десятиклассники смогли получить много нужной и полезной им информации, которая поможет им в приближающейся взрослой жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Останавливается в улице.